Старушка Антипыча была вовсе недалеко от сухой речки, куда несколько лет тому назад по заявке местных крестьян приезжала наша волчья команда. Местные охотники проведали, что большой волчий выводок жил где-то на сухой речке. Мы приехали помочь крестьянам и приступили к делу по всем правилам борьбы с хищным зверем. Ночью, забравшись в блудово болото, мы выли по волчьи и так вызвали ответный вой всех волков на сухой речке. И так мы точно узнали, где они живут и сколько их. Они жили в самых непроходимых завалах сухой речки. Тут давным-давно вода боролась с деревьями за свою свободу, а деревья должны были закреплять берега. Вода победила, деревья попадали, а после того и сама вода разбежалась в болоте. Многими ярусами были навалены деревья и гнили. Сквозь деревья пробилась трава, ляны плюща завили частые молодые осинки. И так создалось крепкое место, или даже, можно сказать, по-нашему, поохотничьей волчья крепость. Определив место, где жили волки, мы обошли его на лыжах и полыжницы по кругу в три километра развесили по кустикам на веревочке флаги, красные и пахучие. Красный цвет пугает волков, и запах кумача страшит. И особенно боязливо им бывает, если ветерок, пробегая сквозь лес, там и тут шевелит этими флагами. — Сколько у нас было стрелков, сколько мы сделали ворот в непрерывном кругу этих флагов. Против каждых ворот становился где-нибудь за густой елочкой стрелок. Осторожно покрикивая и постуковая палками, загонщики взбудили волков, и они сначала тихонько пошли в свою сторону. Впереди шла сама волчица, за ней молодые переярки, и сзади, в стороне, отдельно и самостоятельно, огромный, лобастый, матерый волк, известный крестьянам злодей, прозванный серым помещиком. Волки шли очень осторожно. Загонщики нажали. Волчица пошла на рысях, и вдруг — стоп! Флаги! Она повернула в другую сторону, и там тоже — стоп! Флаги! Загонщики нажимали все ближе и ближе. Старая волчица потеряла волчий смысл и, ткнувшись туда-сюда, как придется, нашла себе выход, и в самых воротцах была встречена выстрелом в голову всего в десятки шагов от охотника. Так погибли все волки, но серый не раз бывал в таких переделках и, услыхав первые выстрелы, махнул через флаги. На прыжке в него было пущено два заряда. Один оторвал ему левое ухо, другой — половину хвоста. Волки погибли, но серый за одно лето порезал коров и овец не меньше, чем резала их раньше целая стая. Из-за кустика можжевельника он дожидался, когда отлучатся или уснут пастухи, и, определив нужный момент, врывался в стадо и резал овец и портил коров. После того, схватив себе одну овцу на спину, мчал ее, прыгая с овцой через изгороди к себе в недоступное логовище на сухой речке. Зимой, когда стада в поле не выходили, ему очень редко приходилось врываться в какой-нибудь скотный двор. Зимой он ловил больше собак в деревнях и питался почти только собаками. И до того обнаглел, что однажды, преследуя собаку, бегущую за санями хозяина, загнал ее в сани и вырвал ее прямо из рук хозяина. Серый помещик сделался грозой края, и опять крестьяне приехали за нашей волчьей командой. Пять раз мы пытались его зафлажить, и все пять раз он у нас махал через флаги. И вот теперь, ранней весной, пережив суровую зиму в страшном холоде и голоде, Серый в своем логове дожидался с нетерпением, когда же, наконец, придет настоящая весна и затрубит деревенский пастух. В то утро, когда дети между собой поссорились и пошли по разным тропам, Серый лежал голодный и злой. Когда ветер замутил утро и завыли деревья возле лежачего камня, он не выдержал и вылез из своего логова. Он встал над завалом, поднял голову, подобрал и так тощий живот, поставил единственное ухо на ветер, выпрямил половину хвоста и завыл. Какой это жалобный вой! Сухая речка большим полукругом огибает блудово болото. На одной стороне полукруга воет собака, на другой воет волк. А ветер нажимает на деревья и разносит их вой и стон, вовсе не зная, кому он служит. Ему все равно, кто воет, дерево, собака, друг человека, или волк, злейший враг его, лишь бы он выл. Ветер предательски доносит волку жалобный вой, покинутый человеком собаки. И серый, разобрав живой стон собаки от стона деревьев, тихонечко выбрался из завалов и с настороженным, единственным ухом и прямой половинкой хвоста поднялся на взлобок. Тут, определив место воя возле антиповой старушки, с холма прямо на широких махах пустился в том направлении. К счастью для травки, сильный голод заставил ее прекратить свой печальный плач, или, может быть, призыв к себе нового человека. Может быть, для нее в ее собачьем понимании антипыч вовсе даже не умирал, а только отвернул от нее лицо свое. Может быть, она даже и так понимала, что весь человек — это и есть один антипыч со множеством лиц. И если одно лицо его отвернулось, то, может быть, скоро ее позовет к себе опять тот же антипыч, только с другим лицом. И она этому лицу будет также верно служить, как тому. Так-то, скорее всего, и было. Травка воем своим призывала к себе антипыча. И волк, услыхав эту ненавистную ему собачью мольбу о человеке, пошел туда на махах. Повой она еще каких-нибудь минут пять и серый схватил бы ее. Но, помолившись антипычу, она почувствовала сильный голод, она перестала звать антипыча и пошла для себя искать заячий след. Это было в то время года, когда ночное животное, заяц, не ложится при первом наступлении утра, чтобы весь день в страхе лежать с открытыми глазами. Весной заяц долго и при белом свете бродит открыто и смело по полям и дорогам. И вот один старый русак после ссоры детей пришел туда, где они разошлись, и тоже, как они, сел отдохнуть и прислушаться на лежачем камне. Внезапный порыв ветра с воем деревьев испугал его. И он, прыгнув с лежачего камня, побежал своими заячьими прыжками, бросая задние ножки вперед прямо к месту страшной для человека слепой елани. Он еще хорошенько не выленил и оставлял следы не только на земле, но еще развешивал зимнюю шерсточку на кустарнике и на старой прошлогодней высокой траве. С тех пор, как заяц на камне посидел, прошло довольно времени, но травка сразу причуяла след русака. Ей помешали погнаться за ним следы на камне двух маленьких людей и их корзины, пахнущие хлебом и вареной картошкой. Так вот и стала перед травкой задача трудная решить, идти ли ей по следу русака на слепую елань, куда тоже пошел след одного из маленьких людей, или же идти по человеческому следу, идущему вправо, в обход слепой елани. Трудный вопрос решился бы очень просто, если бы можно было понять, который из двух человечков понес с собой хлеб. Вот бы поесть этого хлебца немного и начать гон не для себя, и принести заяца тому, кто даст хлеб. Куда же идти, в какую сторону? У людей в таких случаях является раздумье, а про гончую собаку охотники говорят «собака скололась». Так и травка скололась. И, как всякая гончая в таком случае, начала делать круги с высоко поднятой головой, с чутьем направленным и вверх, и вниз, и в стороны, и с пытливым напряжением глаз. Вдруг, порыв ветра с той стороны, куда пошла Настя, мгновенно остановил быстрый ход собаки по кругу. Травка, постояв немного, даже поднялась вверх на задние лапы, как заяц. С ней было так однажды, еще при жизни Антипыча. Была у лесника трудная работа в лесу, по отпуску дров. Антипыч, чтоб не мешала ему травка, привязал ее у дома. Рано утром на рассвете лесник ушел. Но только к обеду травка догадалась, что цепь на другом конце привязана к железному курюку на толстой веревке. Поняв это, она встала на завалинку, поднялась на задние лапы, передними подтянула к себе веревку и к вечеру перемяла ее. Сейчас же, после того, с цепью на шее, она пустилась на поиски Антипыча. Больше полусуток истекло времени с тех пор, как Антипыч прошел. След его простыл и потом был смыт мелким моросливым дождиком, похожим на росу. Но тишина весь день в лесу была такая, что за день ни одна струйка воздуха не переместилась, и тончайшие пахучие частицы табачного дыма из трубки Антипыча повисали в неподвижном воздухе с утра и до вечера. Поняв сразу, что по следам найти невозможно Антипыча, сделав круг с высоко поднятой головой, травка вдруг попала на табачную струю воздуха, и по табаку, мало-помалу, то теряя воздушный след, то опять встречаясь с ним, добралась таки до хозяина. Был такой случай. Теперь, когда ветер, порывом сильным и резким, принес в ее чутье подозрительный запах, она окаменела, выждала, и когда ветер опять рванул, встала, как и тогда на задние лапы позаичьей, и уверилась. Хлеб или картошка были в той стороне, откуда ветер летел и куда ушел один из маленьких человечков. Травка вернулась к лежачему камню, проверила запах корзины на камне с тем, что ветер нанес. Потом она проверила след другого маленького человечка и тоже заячий след. Можно догадываться, она так и подумала. Заяц-русак пошел прямым следом на дневную лежку, он где-нибудь тут же, недалеко, возле слепой елани, и лег на весь день и никуда не уйдет. А тот человечек с хлебом и картошкой может уйти. Да и какое же может быть сравнение? Трудиться, надрываться, гоняя для себя заяц, чтобы разорвать его и сожрать самому, или же получить кусок хлеба и ласку от руки человека, и, может быть, даже найти в нем антипыча. Поглядев еще раз внимательно в сторону прямого следа на слепую елань, травка окончательно повернулась в сторону тропы, обходящей слепую елань с правой стороны, еще раз поднялась на задние лапы, уверясь, ввельнула хвостом и рысью побежала туда. Слепая елань, куда повела метраж у стрелка компаса, было место погибельное. И тут на веках немало затянуло в болото людей, еще больше скота. И уж, конечно, всем, кто идет в блудово болото, надо хорошо знать, что это такое, Слепая елань. Мы это так понимаем, что все блудово болото со всеми огромными запасами горючего торфа есть кладовое солнце. Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки. Всем им солнце отдавало свое тепло, и они, умирая, разлагаясь в удобрении, передавали его, как наследство, другим растениям, кустикам, ягодкам, цветам и травинкам. Но в болотах вода не дает родителям растениям передать свое добро детям. Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнце, и потом вся эта кладовая солнце, как торф, достается человеку в наследство. Блудовое болото содержит огромные запасы горючего, но слой торфа не везде одинаковой толщины. Там, где сидели дети у лежачего камня, растения слой за слоем ложились друг на друга тысячи лет. Тут был старейший пласт торфа. Но дальше, чем ближе к слепой елане, слой становился все моложе и тоньше. Мало-помалу, по мере того, как метраж продвигался вперед по указанию стрелки и тропы, кочки под его ногами становились не просто мягкими, как раньше, а полужидкими, ступит ногой, как будто на твердое, а нога уходит и становится страшно. Не совсем ли в пропасть уходит нога? Попадаются какие-то вертлявые кочки, приходится выбирать место, куда ногу поставить. А потом и так пошло, что ступишь, а у тебя под ногой от этого вдруг как в жевате заурчит и побежит куда-то под болотом. Земля под ногой стала как гамак, подвешенный на тинистой бездной. На этой подвижной земле на тонком слое сплетенных между собой корнями и стеблями растений стоят редкие, маленькие, корявые и заплесневелые елочки. Кислая болотная почва не дает им расти, и им таким маленьким лет уж по сто, а то и побольше. Елочки-старушки не как деревья в бару, все одинаковые, высокие, стройные, дерево к дереву, колонна к колонне, свеча к свече. Чем старше старушка на болоте, тем кажется чуднее. То вот одна голый сук подняла как руку, чтобы обнять тебя на ходу, а у другой палка в руке, и она ждет тебя, чтобы хлопнуть. Третья присела зачем-то, четвертая стоя вяжет чулок. И так все, что не елочка, то непременно на что-то похоже. Слой под ногами у метражи становился тоньше и тоньше, но растения, наверное, очень крепко сплелись и хорошо держали человека, и качаясь, и покачивая все далеко вокруг, он все шел и шел вперед. Метражу оставалось только верить тому человеку, кто шел впереди него и оставил даже тропу после себя. Очень волновались старушки елки, пропуская между собой мальчика с длинным ружьем в картузе с двумя козырьками. Бывает, одна вдруг поднимется, как будто хочет смельчака палкой ударить по голове и закроет с собой впереди всех других старушек, а потом опустится, и другая колдунья тянет к тропе костлявую руку. И ждешь, вот-вот, как в сказке, полянка покажется, и на ней избушка колдуньи с мертвыми головами на шестах. Черный ворон, стерегущий свое гнездо на барине, облетая по сторожевому кругу болота, заметил маленького охотника с двойным козырьком. Весной и у ворона тоже является особый крик, похожий на то, как если человек крикнет горлом в нос «Дрон-тон!». Есть непонятные и неуловимые нашим ухом оттенки в основном звуке, и оттого мы не можем понять разговор воронов, а только догадываемся, как глухонемые. «Дрон-тон!» — крикнул сторожевой ворон в том смысле, что какой-то маленький человек с двойным козырьком и ружьем близится к слепой елане, и что, может быть, скоро будет поживо. «Дрон-тон!» — ответила ей с длинной гнезды ворона-самка. «Я та сначала у нее слышу и жду». Сороки, состоящие с воронами в близком родстве, заметили перекличку воронов и застрекотали, и даже лисичка после неудачной охоты за мышами навострила ушки на крик ворона. Митраша все это слышал, но ничуть не трусил. Что ему было трусить, если под его ногами тропа человеческая? Шел такой же человек, как и он. Значит, и он сам, Митраша, мог по ней смело идти. И, услыхав ворона, он даже запел «Ты не веешься, черный ворон, над моею головой». Пение подбодрило его еще больше, и он даже смекнул, как ему сократить трудный путь по тропе. Поглядывая себе под ноги, он заметил, что Нагаева, опускаясь в грязь, сейчас же собирает туда в ямку воду. Так и каждый человек, проходя по тропе, спускал воду из мха пониже, и оттого на осушенной бровке, рядом с ручейком тропы, по ту и другую сторону, лейкой вырастала высокая сладкая трава-белоус. По этой, не желтого цвета, как всюду было теперь ранней весной, а скорее цвета белого траве, можно было далеко впереди себя понять, где проходит тропа человеческая. Вот Митраша увидел. Его тропа круто завертывает влево, и туда идет далеко, и там совсем исчезает. Он проверил по компасу, стрелка глядела на север. Тропа уходила на запад. — Чьи вы? — закричал в это время Чибис. — Жив-жив! — ответил кулик. Дрон тонны еще увереннее, — крикнул ворон. И кругом в елочках задрещали сороки. Оглядев местность, Митраша увидел прямо перед собой чистую, хорошую поляну, где кочки, постепенно снижаясь, переходили в совершенно ровное место. Но самое главное, он увидел, что совсем близко, по той стороне поляны, змеилась высокая трава Белоус, неизменный спутник тропы человеческой. Узнавая по направлению Белоуса тропу, идущую не прямо на север, Митраша подумал, зачем же я буду повертывать налево, на кочки, если тропа вон рукой подать, виднеется там, за полянкой. И он смело пошел вперед, пересекая чистую полянку.